всем привет дорогие друзья из солнечной алании сегодня 22 июля в алании стоит настоящая жара и уже в 7 утра представляете температура воздуха достигает 30 градусов но сегодня в этом видео мы ответим на ваши вопросы из ватсапа а также расскажем вам о новом турецком кофе и конечно же вы увидите как готовят настоящий турецкий чай ну а если говорить о погоде то в описании к моим видео всегда есть ссылка на температуру воздуха и температуру воды в алании поэтому проходите по ссылкам и смотрите и друзья очень важный момент мой instagram начал свою скажем так активную работу теперь каждый день я буду делиться с вами разными фотографиями советами мыслями интересными местами из алании турции поэтому обязательно подписывайтесь на instagram там будет очень много всего интересного ну а тот кто не подписан еще на канал подписывайтесь на канал ну а сегодня отвечаю на ваши вопросы и показываю вам турецкий чай и турецкий кофе дорогие друзья многие из вас когда приезжают в турцию хотят привезти какой-то вкусный подарок сувенир и так далее многие из вас покупают турецкий кофе и чай так вот в магазине бим вы можете приобрести самый обычный турецкий кофе вы наверное знаете о таком известном вы такой известной марки турецкого кофе как memet efendi а в магазине бим есть аналог этого кофе он называется абдулла efendi это самый обычный турецкий кофе здесь 100 грамм и стоит 100 грамм 3 лиры 3 лиры 45 курушей за 100 грамм и совсем недавно в магазине бим мы с айханом обнаружили появились три вида турецкого кофе два из них это не кофе а смесь различных приправ османлы дебе кахваси что это означает традиционно для восточных регионов турции и этот кофе мы пробовали в марте кофе состоит из смеси восьми различных так называемых приправ плюс турецкого кофе в составе есть кардамон турецкий кофе ваниль шоколад и так далее и здесь у нас сколько грамм 200 грамм и стоит он 6 45 200 грамм 6 лир 45 курушек очень вкусный в него также еще возможно добавлено сухое молоко и это кофе является очень классной заменой вот этому вот традиционному кофе также здесь есть менингич как в россии я не знаю пробовали вы менингич как в россии или нет это на самом деле не очень хорошая альтернатива и замена обычному кофе ну точнее это даже не кофе а такой кофейный напиток и стоит он также 6 лир 45 курушей 150 грамм кстати очень очень вкусно и здесь же продается традиционно сейчас его нет но он с синенькой упаковкой традиционный турецкий кофе дамласа кризли очень вкусный и такой необычный вкус и стоит он также 6 45 то есть вот эта вот упаковка стоит 6 45 150 или 200 грамм поэтому обязательно приходите в бим и берите себе вот это вот кофе потому что она очень очень вкусно и тем более если вы не пьете прям крепкий кофе обязательно попробуйте асманлы и вот это вот менингич как в россии ну я пью например его каждый день утром и он очень очень вкусно и также из вас спрашивают всегда какой привезти из турции чай так вот ризе турист чая это классический турецкий чай стоит он в биме один килограмм 30 лет это классический турецкий чай здесь очень много разных видов и лип там есть и вот такой вот берк есть и доуш терияки чай стоит 21 лиру килограмм но айхан вам всегда советует именно вот этот вот чай филис черный чай филис фирмы берк он есть разных фирм и стоит 500 грамм этого чая стоит всего 945 ну точнее 10 лет 500 грамм этого чая поэтому приходите выбирайте смотрите и покупаете все самое лучшее вкусное и конечно же необычное из турции но сейчас друзья мы с вами перенесемся в традиционную чайную турецкую чайную где нам покажут как готовить турецкий чай правильно потому что на ватсап от вас пришел вопрос о том как правильно приготовить турецкий чай и чуть позже мы вам это покажем айхан ты по-русски очень хорошо говорить да все говорят что ты молодец и айхан конечно старается учить турецкий турецкий русский язык поэтому давайте напишем ему какой он молодец и отправляемся готовить турецкий чай турецкий язык по-русски а по-турецки классно по-русски чуть-чуть чуть-чуть да по турецки классно по-русски около 12 дня и мы сейчас едем в сторону нашего офиса люди наверно на пляжах у воды и конечно же все находятся в помещениях под кондиционерами либо под вентиляторами сейчас мы едем сторону пятничного базара и на пятничном базаре мы с вами выпьем чаю вам друзья и пока мы ждем пока нам готовят чай а также я заказала апельсиновый сок традиционный турецкой чайной чуть позже вам покажу но и конечно же айхан расскажет как готовить правильно турецкий чай сначала отвечу на ваши вопросы да кстати если вы хотите получить от меня какой-то ответ комментарии встретиться пишите обязательно на ватсап а вот ватсап это самый быстрый способ по которому вы сможете со мной связаться потому что в контакте или в инстаграме я отвечаю ну всегда с опозданием вот нам принесли апельсиновый сок вот такой вот стакан свежевыжатого апельсинового сока делают его вот здесь на вот этой вот на вот этом аппарате то есть сразу из свежих апельсинов выжимают вам этот сок стоит стакан апельсинового сока 33 лиры я пью его одну холодный вкусный я пью его наверно ну пару раз в неделю и еще бывает что с гранатом в жару в жару самое то так вот если вы хотите со мной связаться самым быстрым способом пишите на ватсап и первый вопрос который многие из вас дают это вопрос по поводу отелей посоветуйте хороший отель в каком отеле остановиться где лучше всего и я вам уже говорила по этому поводу то что поскольку я живу в алании в отелях в алании я не живу и в отелях я не останавливаюсь поэтому я не могу объективно вам сказать в каком отеле остановиться обязательно смотрите отзывы на сайтах смотрите выбирайте отели по карте в том месте где вам больше всего нравится на дам латаши или дам латаши или на пляже клеопатры или в махмутлах в общем смотрите отзывы и в описании к моим видео тоже есть ссылка на отель а там очень классный и удобный поиск также в этом в этой чайной можно выпить айран вот такой вот большой стакан холодного айрана стоит всего две с половиной лиры поэтому можете добиться айран апельсиновый сок или чай чай покажем чуть позже вот это чайная друзья находится прямо рядом с нашим офисом 10 вход наше здание и вот здесь находится это чайная вот такие вот маленькие столики здесь пластиковые стульчики и делают апельсиновый сок айран 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 пробовать очень вкусно очень вкусно вот здесь вот делают айран и готовят чай друзья сейчас айран расскажет как готовить настоящий турецкий чай şimdi iki tane чайданlık alıyoruz bunun altına сжиг скуриву скуриву кайномая локшу берем два чайника будет черба каши чай 3 ложки чайных 3 ложки чайных кладем вот в этот чайник чай сюда наливаем воду верхний чайник воду не наливаем и ждем пока вода в нижнем чайнике закипит бурлосу кайнер кембуре бухар верюсам пока вода кипит вот здесь вот идет пар и нагревает чай который находится здесь за варку сонгра кайная сую бурлочин и мощь алтарь скурив атеше поймали дамы дырюс я кашу он без дека демлению чай и после того как вода вот в этом чайнике закипит заливаем заварку примерно 15 минут опять ставим на огонь и сюда можно добавить также холодную воду добавляем холодную воду сюда горячую воду и опять кипятим 15 минут а потом наливаем заварку по вкусу кто-то любит очень много кто-то любит мало и добавляем кипяток получается турецкий и вот так вот подают турецкий чай с сахаром айхан сан генды каштаны чай чертсу свеки зон 8 9 10 стаканов чая хан пьет у нас каждый день стакан чая в этой капучке стоит лиру 25 куруш и ну и кстати здесь можно заказать и больше на закуску например вот или что-то что-то такое перекусить но самое вкусное здесь конечно же чай апельсиновый сок и айран друзья давайте с вами дальше продолжим по нашим вопросам которые пришли на ватсап на самом деле в этот раз на ватсап не было таких прям острых и очень актуальных вопросов все традиционно про отель я вам уже сказала про транспорт в аланье на моем канале очень много видео смотрите в описании к этому видео я также оставлю ссылку на расписание автобусов по аланье ну и многие из вас спрашивают про трансфер из аэропорта все знают о том что из аэропорта газипаша можно доехать либо на частном трансфере либо на таком трансфере как хаваш но имейте ввиду что трансфер хаваш входит регулярным рейсом тугасуса и турецких авиалиний поэтому в описании к этому видео на трансфер хаваш я вам оставлю ссылку там есть расписание из аланьи в аэропорту газипаша и из аэропорта газипаша аланьи трансфер ходит строго по этим вот тем часам которые указаны в расписании также многие из вас пишут мне и спрашивают о том как можно с нами встретиться описание как тем видео есть мой номер ватсап и в описании к каналу есть ссылка на наш адрес поэтому если вы хотите с нами встретиться пишите на ватсап и мы договоримся с вами о встрече в нашем офисе который расположен в самом центре аланьи поэтому добро пожаловать мы всем всегда рады и спасибо большое что вы к нам приходите поэтому друзья если вы хотите познать настоящую турцию приходите в маленькие кафешки не бойтесь заходить на боковые улочки и следуйте города и следуйте страну ну конечно же и следуйте оладьи ну а всем приятного аппетита кто сейчас пьет чай или кушает чай кстати свежий очень вкусно ну и конечно же вы знаете что чай в турции пьют вот из таких стаканчиков которые называются армут и у этих стаканчиков также есть название инжи белли что означает инжи это тонкий белли талия стаканчик вот такой тоненькой тоненькой также друзья многие из вас спрашивают какую валюту с с собой вести валанью доллары евро рубли вы прекрасно знаете что национальной валютой турецкой республики является турецкая лира поэтому быть с тобой можете вести абсолютно любую валюту а дети заменять на турецкую лиру также многие спрашивают брать собой карточку наличку в общем каким образом вести я всегда делаю так когда мы например ездим за границу 50 процентов я беру предполагаемой суммы которые будут тратить я беру наличкой а 50 процентов я беру с карточки на к и берут собой карточку и сначала я пользуюсь карточкой чтобы наличные деньги остались мало ли что потому что бывает такое что банкомат заживет карточку если вы потратили все наличные деньги то это будет большая проблема поэтому берите карточку и наличку и сначала тратить деньги с карточки а потом уже наличные деньги ну я бы я например поступаю так когда я еду за границу еще многие из вас спрашивают каких количествах из турции например можно с собой вести оливковое масло сыр и оливки и так далее все правило зависит от авиакомпании с которой вы полетите и от того сколько например литров жидкости авиакомпания позволяет багаже поэтому обязательно ознакомьтесь с правилами авиакомпании когда вы хотите например увезти с собой много оливкового масла и например я мы летаем всегда но практически всегда компании пегасус и у компании пегасус например есть строго например правило что вы с собой багаж можете взять 5 литров там оливкового масла я не знаю точно 5 или нет но правило у авиакомпании точно есть поэтому обязательно смотрите правила вашей авиакомпании еще очень популярным является вопрос про рынки фруктовые и овощные я стараюсь каждый месяц сделать обзор с рынка чтобы вы имели представление о том какие фрукты и овощи продаются в то или иное время года ну и конечно же под всеми видео о рынках я оставляю ссылки в алании нет постоянного рынка где вы можете купить фрукты или овощи но каждый день в разных районах алании проходит фруктово-овощной рынок ну и конечно же в каждом квартале города есть овощные магазины где вы можете купить свежие фрукты и овощи а также супермаркетах продаются свежие фруктов и поэтому друзья обязательно всегда заглядывайте в описании к моим видео потому что вся информация по местоположению адреса телефон и так далее находится именно там как вы видите у нас получилось такое видео ответ на вопрос и мы вам показали какие-то интересные моменты о турецком кофе и чае в общем не совсем получились ответы на ватсапа но я надеюсь что вам это видео было полезно и вы услышали и увидели что-то полезное интересное для себя ну и конечно же не забывайте подписываться на инстаграм потому что там теперь каждый день я буду публиковать всякие разные полезные советы потому что видео на youtube выходит раз два дня а на инстаграме каждый день будет много фотографий интересных и полезных советов поэтому кто не подписался подписывайтесь ну а кто не подписался на канал на ютюбе также подписывайтесь и конечно же приезжайте в аланию в турцию и наслаждайтесь морем солнцем нашей классной погодой но мы с вами на сегодня прощаемся всем всего хорошего пока пока увидимся в солнечной лани